Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как простить измену? Разум не прощает, а сердце наоборот. Муж не прощает прощения, винить меня и хочет жить, как будто ничего не было. Что делать? Ну, давайте мы начнём, наверное, с простого. Что делать, чтобы что? То есть, понимаете, если вы хотите отношения гармонизировать, можно помочь. Если вы хотите расстаться со своим мужем, можно помочь, ну вот, пережить расставание. Но вам нужно определиться с, как бы, целью. То есть, вы, ну, вы вообще сами, да, чего хотите. Вот, это первое, что хочется сказать в этом контексте. Дальше. Я думаю, что на данный момент не идёт речь о том, что вы хотите именно, вот, простить своего мужа. Потому что, как мне кажется, прощение, это такая история, когда человек, я бы сказал, принимает, принимает то, что происходит. Вот. То есть, когда человек, ам, принимает и, возможно, даже, ам, как-то, ну, понимает, что, ам, что, допустим, привело к измене. Вот. То есть, это, по большому счёту, по большому счёту можно говорить о, вот нельзя говорить, да, о, ну, об обязательном принятии, да, нельзя говорить. Ну, можно говорить о понимании, вот, о понимании ситуации. Вот. Естественно, как бы, речь идёт исключительно о, ну, о возможностях. То есть, если, если есть такая возможность, вот, то, ну, человек принимает и, понимает то, что, то, что происходит. А, вот, для этого, для того, чтобы принять, для того, чтобы понять, мне кажется, нужно видеть всю картинку целиком. То есть, нужно понимать, что кризис в отношениях, определённый кризис какая-то вот такая, взаимно можно сказать. Неудовлетворенность, ну, отношениями, скажем так, в итоге приводит к измене. То есть, по большому счёту мы можем здесь говорить о чём? Мы можем здесь говорить о необходимости отношения корректировать, мы можем говорить о необходимости отношения гармонизировать, мы можем говорить об этих вещах. При условиях, при условиях, при условиях, что вы этого сами хотите. Если вы этого сами не хотите, если вы не чувствуете себя готовы, если вы ждёте от мужа каких-то извинений и так далее, то, скорее всего, ситуация здесь несколько иная. Следующий важный момент заключается, на мой взгляд, в том, что измена есть. Измена есть. Драма. Драма. Это травма. И травма это довольно серьёзная, вот, потому что разрушает, разрывает привычное представление о реальности, о жизни, вот. Ручит планы, которые могли быть, ну, вот, у вас, например. Такое, к сожалению, вполне возможно, вот. В этой, в этой связи, в связи с этим, конечно, нужно отметить, что травму необходимо прожить, потому что, в противном случае, мы не получаем какой-то такой, возможности, да, мы не получаем ресурсов для того, чтобы, ну, вот, как-то вот с этим взаимодействовать, да, мы не получаем возможности для того, чтобы, как-то с этим управляться. И мы можем, мы можем говорить о том, что вас это будет, например, тормозить достаточно, достаточно сильно, в достаточной степени, вот, вас это будет тормозить, вас это будет, скорее всего, как-то вот, ну, тянуть назад. То есть, ну, мы, мы можем, мы можем в данном случае об этом говорить, к сожалению. Вот, то есть, тут, тут вот, в данном контексте, а, можно говорить об этом, конечно. Вот, так же, я бы хотел, отдельно, немножечко обратить, обратить ваше внимание, на то, что он, по моему мнению, вы, ну, демонстрируете, по моему мнению, вы демонстрируете, некоторые, я бы сказал, признаки, признаки зависимости. Вот, то есть, ну, по крайней мере, мне так показалось, исходя из того, что я могу увидеть, мне показалось, что вы демонстрируете зависимость от человека. Потому что, вот, как будто бы вы, ну, не можете, например, сейчас, на данный момент, ну, вот, как-то, допустим, представить свою жизнь без мужчины. Если мужчина об этом знает, если мужчина об этом знает, если мужчина в курсе, то он, конечно же, так или иначе будет этим пользоваться, он так или иначе будет это использовать. Вот, вот, в своих целях он будет использовать это, вот, потому что человек, ну, в этом смысле он, конечно, будет чувствовать себя в определенной степени безнаказанным, да, он знает, что вы никуда с него не денетесь. Но, кстати говоря, именно это может служить и такой основной причиной того, что произошла измена. То есть, когда человек зависим, у него появляется стремление раствориться, появляется стремление раствориться в другом, в другом, в другом. Вот. То есть, тут мы можем говорить о том, что вот, если вы рассмотритесь в своем мужа, если вы зависите от него, если вы как-то не позиционируете себя как самостоятельную личность, как самостоятельную единицу, то, что, конечно, выглядит весьма-весьма печально, весьма-весьма. Не лицеприятно для нас, потому что вы оказываетесь в очень уязвимой и зависимой такой позиции. Вот. Только что, конечно, ну, как бы вот, на пользу вам не идет, на мой взгляд, я думаю, что вы сами это понимаете. Вот. А, то есть, начинать нужно с работы с травмой, с проживанием, с травмой и сменой. Вот. И исследование себя. Ну, изучение себя, если угодно, да. Можно, можно, вот, в какой-то степени, да, сказать так, что вам нужно познакомиться, познакомиться, вот, с собой, да, лучше, чем, лучше, чем вы знакомы с собой сейчас. Ну, вот, я бы сказал, практически незнакомы, к сожалению. Вот. И, соответственно, уже потом решать, что вам делать, уже потом, соответственно, думать, как поступать в эту ситуацию. Вот. Что странно. Странно то, что такой довольно, довольно серьезный, как мне кажется, вопрос. И вы на него, на этот вопрос, довольно-таки, слабо даете обратную связь. То есть, вы не рассказываете, практически, никакой истории, максимально, максимально мало предоставляет информацию. Вот. Да? То, то есть, значит, вот вы пишете, как простить измену, да, то есть, что для вас прощение. Разум не прощает, это наоборот, что это значит. Муж не просит прощения, винит меня и хочет жить, как будто ничего не было. Это противоречит, потому что, если муж вас винит, то уже, как, как будто, как будто ничего не было, жить вы не сможете. Вот. В чем винить вас, муж конкретно? Тоже не понятно. Понимаете, да? То есть, вот это все вещи, их нужно как-то разобрать, поисследовать, потому что выяснить, хотя бы прояснить, получить полную картину. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова